Крючок разошелся. Он не умеет лаять на самом деле. Это африканская нелающая собака, он умеет только страшно кричать. И он почти как эти тети на избирательном участке. Видеосъемка у нас запрещена. Андрей. Надо же вас всех зафиксировать. Потом будем разбираться уже с вами при новой власти. Тот, кто обладает избирательным правом, может спокойно заходить и узнавать информацию у избирательной комиссии в любой момент, кроме информации о выборщиках или собственной информации. Может задавать вопросы избирательной комиссии. Это в плане реализуемости принципа открытости. Ну а еще, например, как говорит центральная избирательная комиссия, что у них гласность это то, что они публикуют у себя на сайте, кто является кандидатом и так далее. Но как мы знаем, что вот сегодня проводятся выборы в Беларуси и информацию обо всех, скажем так, кандидатах ты так свободно не найдешь на самом деле. Но вы должны получить аккредитацию наблюдателя. Так вот, Андрей, была у вас эта аккредитация? Так я не был наблюдателем. Я был гражданином, который присутствовал на участке, который вообще в общественном месте. А как вы устанавливали тогда? Если вы не были наблюдателем, как вы устанавливали факты нарушения? Так я не устанавливал факт нарушения. Я снимал свою жену в общественном месте. И это не запрещено. Вопрос даже не в том, кто. Это супруг твоя или какой-то другой наблюдатель. Ты наблюдаешь за избирательным процессом. Ведь независимое наблюдение, оно тоже не запрещено. Ты можешь считать себя точно так же. Я пришел понаблюдать 20 минут, например, как происходит голосование. Просто закон Республики Беларусь трактует так, что наблюдатель – это тот, кто зарегистрировался. Но, в принципе, каждый гражданин имеет право наблюдать, как это происходит. Это избирательный процесс. Это не только бумажечку, в бумажечке поставить галочку или напечатать бумажки или проверить списки. Это право, которое реализуется. Ты реализовывал свое право, в том числе быть в курсе голосования, процесса избирательного и так далее. Они могли оттуда выгонять. У нас для съемка запрещена. Так открытые же гласные. Это как понять? Протоколом участковой комиссии. А мы с Ольгой Викторовной протокол дома сделали, что можно. А кто вы такие с Ольгой Викторовной? А что ваш протокол означает для нас? Вы находитесь в общественном месте. Выборы проходят открыто и гласно. Вам нечего стесняться, если все честно проходит. Тогда они должны были показать свое решение о том, что они решили, что съемка запрещена. Да, действительно, это место, которое может решить председатель избирательной комиссии, что съемки запрещены. Сейчас, по теперешнему закону, если ты видел, то даже фотографировать нельзя на избирательном участке. А на момент, когда происходили события, насколько я увидела, 20-й год, ничего подобного не было. Поэтому сказать, что тут есть какое-то нарушение, вообще абсолютно нет. То есть это реализация своего права. Ну, значит, не надо было быть членом комиссии, если не хотите. А я вас не спрашиваю. А надо было спросить. А кто вы такие? А вы кто такие? Я член комиссии на данном месте. А я известный блогер. Андрей, пойдите, пожалуйста, участвуйте. Все, плодотворной вам работы. Спасибо. Работайте честно, сумленно. Спасибо. А какое решение они, в конце концов, приняли по той жалобе, которую наблюдательница подала? Вы меня не решили. Андрей, пойдите, пожалуйста. Это значит, что я могу остаться, правильно? Вы должны мне вынести второй предупреждение. Да. Хорошо. Тогда я остаюсь, вы можете сделать. Это ваше право. Хорошо. Вы погодите. Ну, они должны были в протоколе это отразить. Интересно, в результате в протоколе они это отразили или нет? Я не знаю. Напомни, что это за место было? Школа. Школа. Ну, вот в школе. Ну, кстати, вопрос в том, что они же для чего делают эти избирательные участки в школе? Потому что школа – это место, ограниченное для посещения чаще всего сейчас в Беларуси. Раз. Второе. В школе нельзя снимать просто так, без разрешения родителей и администрации. Она не перестает бить в школы в момент, когда там делают избирательный участок. Это все равно здание школы. Они просто загоняют в такие рамки, в которых ты должен попросить разрешение. Вроде как у администрации, наверное, сначала у школы, если ты хочешь прийти и снять. Но это не мешает… Я думаю, что стоит не снимать помещение, где находится школа, а снимать прямо внутри, что в принципе-то и дело. Я думаю, что за это точно привлечь не могут. Но сейчас, вот сейчас, если бы ты был в Беларуси, то вплоть до уголовной ответственности. Относительно вашего деяния, вы совершали действия, не предусмотренные в публичном месте, которые предназначены для исключительно следующих событий. Вы пришли, вы взяли бюллетень, вы сделали отметку, свое волеизъявление в бюллетне за определенного кандидата, положили этот бюллетень в урну и вышли, не препятствуя остальным. Все. Он говорит о том, что ты пришел, тебе никто не мешает взять бюллетень и все. Но на самом деле это значит, что я могу наблюдать точно так же за процессом. В чем проблема? Он просто это… Видишь, толкование, которое удобно. Вот и все. Слушай, я тоже пользуюсь такими штуками, когда мы подстраиваем ту или иную норму, как нам удобно. Потому что ты делаешь это чаще всего в интересах клиента. И у меня возникает вопрос, когда мы слушаем этого юриста, кто его клиент? Вот. Его клиент государства? Как деле я препятствовал остальным тогда? Так вот, Андрей… Ваши действия отвлекали внимание лиц, которые приходили туда с целью проголосовать. И для того, чтобы пресечь ваши действия, направленные на отвлечение внимания других, вас удалили оттуда. В чем препятствия? Там что, было каких-то куча людей, и ты создал очередь? Или они не выдавали бюллетень? То есть, твоя функция, ты знаешь, как… Ну, это очень обидно на самом деле звучит. Твоя функция – приди, возьми бюллетень, поставь галку и уйди. А что ты думаешь на самом деле? Никого не интересует. Я… С чем именно вы не согласны? Общественное место. Как себя нужно вести в общественном месте? Скажите, пожалуйста, мне вот вопрос я задам. В общественном месте я могу употреблять еду? Конечно. То есть, я могу купить, например, ребята, ради улыбнуться, шаурму, прийти со своими друзьями и сказать, так, ребят, стоять, у вас тут, конечно, голосование идет республиканское, важное для кого-то, но мы тут решили, знаете, в общественном месте покушать. Антон, а я бы с мангалом пришел еще. Я не понимаю, как это можно комментировать. Ну, зажег бы его еще там. Не, ну, вы попробуйте так сделать, что вам инкриминирует, я не знаю. Ну, а что здесь такого, правда? Мы же можем кушать. А давайте мы в общественном месте музыку включим. Музыку слушать? Камон! Вы же сами ее врубаете. И там даже танцуют. И будем танцы танцевать. Мы же никому не мешаем, правда? Ну, вообще-то в общественном месте и танцуют танцы на дискотеках. Я вам хочу напомнить, что на избирательном участке ведется видеонаблюдение. Есть регламент в соответствии с регламентом о выборах. Это место предопределяется с целью того, чтобы гражданин мог реализовать свое право и все. Понял. А когда вот Александр Григорьевич Лукашенко дает интервью на избирательном участке, другим он препятствует? Он публичное лицо, он обязан давать комментарии для своего народа, пока не сложил свои полномочия. А он не сложил полномочия до того момента. Это его функция как руководителя страны. Его функция не в том, чтобы давать интервью. Глава государства туда приходит как обычный гражданин Александр Григорьевич Лукашенко, который ставит галочки за того или иного кандидата. Он туда приходит не как президент. Он приносит туда свой паспорт, его ищут в списке, он расписывается за бюллетень. В чем его отличие от меня или от тебя? Ни в чем. В том, что у него есть какая-то еще работа. Это вообще супер заблуждение, что если человека избирают президентом, то у него меняется функционал, скажем так. Он имеет право публично выступать в любом месте. Мы одинаково точно такие же. Я могла за собой привести еще кучу журналистов, и они имели бы точно так же право снимать и так далее. Любой другой гражданин Республики Беларусь что может делать в публичном месте? Может выступать? Каждое публичное место предназначено для определенных событий. Например, если мы говорим о театре, если мы говорим о театре, это публичное место? Разумеется. Вот собрались люди в театр, это публичное место. И если я в этом театре, там где находятся люди, и смотрят какую-то постановку театральную, включу, не знаю, ICDC, ну а что я? Я ж в публичном месте, я как бы никому не мешаю. Я ж тихенько слушаю. Ну да, у меня наушников нет, но ничего. Зато и одновременно я, знаете, еще круассаны поедаю. Ну так, сорю немножко. Ну, я потом уберу. Держи. Можно попробовать? Масклепром, это наш караван. Спасибо. Ну вот что это будет, скажите? Каждое место, публичное, предназначено для определенных действий. Избирательный процесс ты бы мог нарушить, если бы ты там сломал урну, мешал кому-то зайти в избирательный участок. А ты никому не мешал. Вы пришли, вы взяли бюллетень, вы сделали отмены, отметку, свое волеизъявление в бюллетне за определенного кандидата. Положили этот бюллетень в урну и вышли, не препятствуя остальным. Все. В общем, этот Антон, к сожалению, взял только кусочек избирательного процесса. Маленький. А получается, ну вы знаете, граждане, прозвучало так, вы знаете, вы вообще на самом деле не супер важны, вы должны просто прийти, взять бюллетень, поставить там где-то галку и положить бюллетень и выйти. А как же буфет? Очень хочется зайти в буфет. Антон. Как так? Почему такая маленькая роль отводится каждому гражданину Беларуси? Ведь у нас вроде как вы сами говорите о том, что это демократическая страна, в которой избрали типа Лукашенко. И вообще-то он как бы лицо, которому народ сказал, что он должен выполнять там исполнительные функции. так что, моя значимость такая маленькая, чтобы только нажать там, поставить ту галку, нажать, говорю, поставить галку, это очень обидно, между прочим, звучит. И с точки зрения права, ну точно не соответствует. Спасибо в действительности. Свобода, это не беззаконие, Андрей. Я понял, я сто процентов согласен. Это не так, что я вот свободен, я хочу, творю, творю, что хочу и где хочу. Я с вами полностью согласен. Вот написано, что можно в общественном месте и плевать. Есть там какие-то подзаконы, есть там какие-то законы о проведении выборов. Вот, Андрей, надо было действовать в рамках закона, надо было получать аккредитацию либо как от общественной организации, либо как от лица и действовать в рамках предусмотренных этих наблюдателей. Там есть рамки, возможно, вы там какую-то съемку могли вести, возможно, еще каким-то другим способом фиксировать проведение выборов. Но вот, когда, Андрей, вы туда вламываетесь и начинаете что-то там, манифесты какие-то устраивать. Я же не вламывался, это же свободно открыто. Это знаешь, а что здесь такого, да? Ну, а что такого? Ну, я взял с собой, да, баскетбольный мячик в общественное место, стою, я что кому-то мешаю? Так разве такое было у меня? Ну, правда. У меня ж такого не было. Ну, здесь вот такое, не такое. Теперь вопрос к вашей супруге. Будьте любезны, поясните уж, коли вы об этом начали рассказывать, а что это за декларирование жалобы в момент, когда совершается волеизъявление народа? Если моя жена, как наблюдатель, видит, что происходит нарушение, она должна сказать в комиссии, что происходит нарушение? Она должна изложить это в письменной форме и подать председателю избирательной комиссии для рассмотрения. И председатель избирательной комиссии, получив такое уведомление в письменной форме, даст оценку. В части он прав, что это излагается в письменной форме, но никто не запрещает ее оглашать. Это мое право. И причем это делалось, насколько я поняла, не в присутствии каких-то избирателей и не мешало избирательному процессу. Не остановилась тетенька, выдавая бюллетень кому-то. Они должны были принять ее жалобу и сказать, хорошо, мы ее рассмотрим. А они хотели ее выгнать. Ну, камон. За что? За жалобу? Ну, получается, нельзя жаловаться. А вот это декларирование публичное, а давайте стихи Пушкина прочитаем. Хочу даже спеть могу эту жалобу, если честно. Ваша супруга вместе с вами в публичном месте, предназначенном для определенного действия, начали делать то, что не предусмотрено на регламентах. Значит, этот юрист утверждает, что можно действовать и разрешено все только то, что написано в регламенте. А это заблуждение, потому что это не так. Там нужно жить только по правилам, которые описаны. Это суперпозитивический подход. Нужно действовать только как инструкция – зашел, проголосовал – вышел. А на самом деле действия не запрещены регламентом. А регламент, он какую юридическую силу имеет? А какую юридическую силу имеет закон? Ну, вот конституция у нас, это самый главный закон. У нас верховенство права. А я вам конституцию, а вы мне регламент. Так вот, что главнее? А я вам отвечаю, а я вам отвечаю, что конституция – это основной закон любой страны, вот любой страны. Все остальные законы и подзаконные акты, которые возникают из конституции, регламентируют выполнение самой конституции. Вот этот регламент, он в его картине мира, он служит для исполнения конституции. У меня просто, у меня сломался мозг. Конституция – это то, о чем народ между собой пришел к согласию. То есть, мы все граждане вот этой страны, и мы согласны, что вот такие общие правила существуют для нас, и для нас они принципиальны. А вот как реализуется конституция – это в законах. Да, так, но законы – это действительно правило, но есть еще уровни законодательных актов, которые имеют большую силу и так далее. И если в конституции написано, что выборы проводятся открыто и гласно, то, камон, как бы ты ни написал в регламенте, то конституция имеет значение прежде всего. Вот если придут вот десять тысяч вот таких Андреев на избирательный участок и начнут делать то, что им взбредет в голову, вы сами понимаете, что там получится цирк. Значит, таких как «Паук» будет тысяча, будет цирк. Посмотри, сколько приходит журналистов, когда голосует имя, которое нельзя называть. Вот это цирк, наверное. Хотя это доступ. Они же могут приходить снимать, там, не знаю, тренировки и еще всякие штуки. Почему цирк? Я не знаю. Это же доступ. Точно так же, как доступ в здание для того, чтобы узнать информацию. Как люди узнают о том, что происходит избирательный процесс? Ведь это глупость, на самом деле, как по мне. Потому что не пускать журналиста или блогера, или еще что-то, это, наоборот, может быть, заинтересует граждан вот этих вот 18-летних ребят, там, 20-летних, которым может быть вообще абсолютно безразлично, что у вас там происходит в избирательном праве, в избирательном процессе. А если туда больше будет попадать таких, как паук, так, наоборот, может быть, придет больше для того, чтобы там волеизъявление какое-то свое там. Ну, то есть они сами попадают в ловушку логическую. Потому что они, наоборот, должны были бы порадоваться и сказать, конечно, проходите, Андрей, вот смотрите. Конечно, мы принимаем, спасибо большое, мы рассмотрим. Чего они опасаются? Что может быть не так? Я думаю, что они опасаются как раз того, что они конечные исполнители приказов, на самом деле, чаще всего. И конечные исполнители приказов несут ответственность. Потому что очень сложно установить, что, например, ну, к примеру, гипотетически, что Лукашенко отдал приказ Центральной избирательной комиссии. Центральная избирательная комиссия в виде Лидии Ермошиной на тот момент отдала приказ там областным, а областные отдали вот этим местным. У нас есть только одни люди, которые в конце мы видим. Мы же не слышим там типа пойди и вот так сделай. Мы только это предполагаем. Это только умозаключение доказательств. Как бы какие ваши доказательства? Как докажешь? А это доказательства. Потому что в результате, допустим, будет отменены, например, эти выборы. Это будет доказательством. Потому что, ну, как бы, например, будет обжаловать. И, например, такие доказательства принял бы Верховный суд. Если бы он был независимым, то они боятся как раз сбора доказательств. А, так они что-то нарушают. Ну, слушай, я не... Вот давай так. Это должен констатировать суд все-таки. Потому что я могу только оценить это с моей... Ну, как бы с моей точки зрения. Вот с точки зрения того юриста, ну, нарушаешь ты. С моей точки зрения юриста, ну, с моей вот именно точки зрения. Нет никакого у тебя нарушения. Нарушает ли этот председатель? Я считаю, что в данном случае он нарушает принцип открытости и гласности. Что с этим делать? Ну, процедура так прописана, что практически невозможно это сделать до момента, ну, как бы, пока не будет закончено, пока будет идти срок и так далее. Хотя там есть же сроки для обжалования. Вспомни, был же момент в 2020 году, когда закончились выборы и обжаловали это в суд результаты. Ну, и следом потом быстренько Светлану Тихановскую выперли из страны. Но, как бы, факт остается фактом, что мы видим окончательных исполнителей, и они этого очень боятся. Чтобы их лица были зафиксированы как участников этого процесса. Допустим, если бы они подкидывали какие-то бюллетни. Это же происходит не в момент, когда они считают, а в процессе дня, на самом деле, чтобы ты понимал. А если это зафиксируют? А что с этим, ну, как бы, дальше делать? А как быть с теми, кто ты отмечал, а приходят родственники и говорят, ну, ты отметил, что уже человек проголосовал. У меня была такая ситуация. Я пришла, смотрю, чтобы в списке не было моего отца, который умер в 2016 году. Смотрю, он есть, за него галка стоит. Я говорю, в смысле? Все равно избирательный кодекс в Беларуси, он супер не идеальный. Ты же понимаешь, то есть в нем куча недостатков, но принципы менять не будут. Гласность, открытость и так далее будет оставаться всегда. Почему им важно наблюдать открытость и гласность? Потому что это был вопрос доверия людей в системе. Да. А доверие есть часть легитимности, ну, легальности, да? Да, ты прав. Ну, страшно, то почему им? Я тебе скажу. Потому что, ведь ни один из этих юристов, я предполагаю, не назван собственным именем. Правда же? Боится, не хочет. Конечно. Очень просто. Когда-то, после нацистской Германии, ну, ведь Нюрнбельский процесс, это не только там, это суды над руководителями, это суды над судьями, например. Или, например, дело радио «Тысячи холмов». Это дело, которое мы судили через десятилетия. И этот страх, что они доживут до этого момента, он очень большой. Я думаю, что правильно. Нужно бояться. Потому что, когда ты совершаешь преступления, ты должен понимать, что такие преступления, как преступления против человечности, вообще, они не имеют срока давности. Как бы они не хотели. Не будет такого, что пройдет десять лет, и все будет окей. Там, в тридцатом году мы все забудем о том, что совершалось в двадцатом. К сожалению, нет. Потому что, если есть такие преступления, как, например, пытки, депортация принудительная, когда ты вынужден уехать из Беларуси, это все равно принудительная депортация. За это все равно судят. А кого будут судить? Тех, кто притеснял людей? Тех, кто… Следственный комитет или членов избирательной комиссии, которые занимались подделкой документов, которые в результате, например, наблюдатели вынуждены уехать, потому что его задерживали. Причинно-следственная связь. Я думаю, что боятся быть врагами народов, народа, там, не знаю, там, еще что-то. Ответственности. Простой ответ. Ответственности они боятся. Потому что, ну, может, дяденька, которую снимали, нет, и дяденька, там, они просто не хочется, чтобы их родственники увидели. Им стыдно, например, было бы, чтобы их, там, внуки, правнуки, там, не знаю, там, дети увидели их, условно говоря, на ютубе и сказали бы, ай-яй-яй, что ты делаешь? Ну, так много семей в Беларуси разрушено, давай по-честному будем. Но вот эти вот молодые юристы, я думаю, что понимают, что наступит момент ответственности и как произойдет ли эта, так называемая, иллюстрация от начала и до конца. Если она произойдет, то они понесут ответственность. В том числе и за такие вот фразы. Молодец, что фиксируешь, кстати. Материал для обучения будущих юристов прекрасные белоруси. Очень долго нам это придется перестраивать, я думаю, даже не нам. Ну, в любом случае, каждый может сам учиться на этих вопросах. Слушай, я считаю, что это исторические процессы, потому что ты живешь в период перемен и будут они длиться 10 или 20 лет, но они все равно будут длиться. Это как история, которая там… Слушай, я приехала из Гданьска и разговаривала с людьми, которые участвовали в солидарности польской. И они мне рассказывали, что начиналось все с того, что между… Ну, во-первых, там такой свободный край, на самом деле, этот поморский. Но многие говорят о том, что разговоры как раз о свободе, о фиксировании нарушений, о вот этой, знаешь, правовом сознании, правовой культуре, оно и срабатывает в результате потом. Потому что многие начали интересоваться политическими процессами, потому что появились блогеры, стримеры и так далее. Потому что людям стало интересно смотреть и тоже… И они подумали, что… В смысле? Он может, а я не могу? Ну, это же так срабатывает. Вот и все.